Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я решила подкормить свои перцы, которые я выращиваю для получения раннего урожая в теплице. Как видите, они все у меня разрослись, пока я болела, сплошной массой стали. И как раз по ходу своей работы я вам расскажу, в каких случаях необходима подкормка перца и какие лучше удобрения выбрать для этого. Про томаты я рассказывала все подробно, но про перцы я не успела рассказать, я только-только начала, заболела. И вот сейчас, когда уже перец у меня довольно-таки большой, я решила все-таки его подкормить и расскажу вам, зачем я это делаю. Ну, если говоря о подкормке, то повторю еще раз, не устану повторять, что в случае с подкормкой лучше не увлекаться, лучше не докормить, чем перекормить. Во время подкормок начинающие огородники очень часто совершают такую ошибку, как передозировка, перекармливают. Этого делать нельзя. И в большинстве случаев подкормка рассаде вообще не нужна. Я уже об этом говорила. Если грунт у вас хороший, питательный, если при посадке семян вы кладете свежий грунт, потом при пикировке вы его меняете, если добавляете немножко золы, то скорее всего до самой высадки в грунт вашим растениям всего-всего из этого грунта хватит. И рано подкормку делать вообще нельзя. До того, как у рассада появится один-два настоящих листика, совсем молодые сеянцы, вообще не нужно ничем подкармливать. Избегайте подкормок в том случае, если, например, они у вас не для раннего использования, ну как, ну а сеете, например, в свои сроки. И вы успеваете высадить до высадки в грунт, старайтесь ничего с ней не делать. Лучше всего себя показывает та рассада, которая без нашего вмешательства растет, своим естественным путем. Не надо ее как-то ускорять, ее рост, укрупнять растения. Вот эти вот перцы у меня, почему я сегодня берусь за подкормку, а еще про внешний вид, подождите, скажу сначала. И о том, требуется подкормка или нет, легко узнать по внешнему виду. Вот подходите вы к своим перцам, вот я подошла. Если внешний вид у них красивый, здоровый, листья неизмененного цвета, неизмененной формы, то, скорее всего, подкормка никакая вам не нужна. Вот у меня внешний вид хороший, все у них хорошо, но я все-таки сделаю одну подкормку. Но только почему? Потому что, видите, как их очень много в одном лотке. Их очень много в одном лотке. И поэтому, вот чтобы вот такую зеленую массу нарастить, естественно, что почти все питательные вещества, которые изначально были заложены в моем грунте, они уже скушали. Видите, как они буйствуют. Я говорю, что я пока лежала, болела, они превратились в джундли непроходимые. Реже рассадить я их не могу. У нас нет места под лампами. А так как на улице погода еще очень плохая, у нас идет снег, и все у нас завалено, сугробы. Выйдем в теплицу жить мы еще не скоро. Поэтому я подозреваю, что им питательных веществ не хватит. И несмотря на то, что рассада здоровая, хорошая, хорошо выглядит, я буду ее сегодня подкармливать. Если кто-то увидит у себя, что у вас тоже выросли большие-большие перцы, и вы подозреваете, что им все-таки не хватит питания до высадки в грунт, можете подкормить. Как мы выбираем первую подкормку? Естественно, если внешний вид вот такой хороший, если нет какого-то нехватки какого-то определенного элемента, то лучше всего подкармливать комплексными удобрениями. На пачках и на упаковках должно быть написано НПК. Вот такой значок, видите, НПК. Азот, фосфор, калий. Комплексное минеральное удобрение. Вот подходит и азофоска на крайний случай. Лучше выбирать с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия. Видите у них в азофоске? 16, 16, 16. Все. Вот этим можно подкормить. Но лучше всего, конечно, я выбираю жидкое удобрение, потому что оно намного удобнее. Я вот говорила уже, я томаты подкармливала гуми Кузнецова. У них также здесь весь комплекс макроэлементов. Так, сейчас. И еще добавлены гуминовые кислоты. И вот такие жидкие удобрения, это идеальный вариант. Вот сегодня я буду подкармливать агриколой, в которой уже все собрано, все элементы микро, макро обогащено так, как нужно нашим растениям. Если мы прочитаем на обратной стороне, то мы увидим, что тоже задержат азот, фосфор, калий в одинаковых процентах, тут же гумат, натрия и микроэлементы, бор, медь, цинк, марганец. Вот это то самое, что нужно нашей молодой рассаде. Если у вас каких-то нет симптомов, нехватки определенного вещества, то лучше всего вот такие комплексные удобрения. Вот у меня агрикола. Есть всякие там средства, например, рассада, биогумус с комплексом удобрений. Я хочу вам сказать, вот те, кто начинает, выбираем мы не по названию, а выбираем по составу. Нужно читать состав, чтобы были азот, фосфор, калий и набор микроэлементов. Не рекомендуется на ранних сроках однокомпонентными вот такими вот подкармливать. Видите, написано, только азот. Вот тут только азот. И если у вас удобрения, ой, растения выглядят хорошо, азотосодержащие удобрения нам не нужны. Это приводит к разрастанию рассады, к увеличению зеленой массы, к жированию вот этих вот кустов. Вы получите такие толстые, зеленые, сочные деревья, целые перцы деревья на окне, но это пойдет потом в ущерб плодоношению. Обычно перекормленные азотом растения слабеют, они плохо усваивают остальные микро-макроэлементы, и они потом будут болеть. Вот я сегодня буду агриколой подкармливать. Тут есть мерный стаканчик, жидкие удобрения очень просты в применении. Наливаешь удобрения в жидкий стаканчик, разбавляешь, я вот буду 20 миллиграммов на 2 литра. И еще один совет, когда вы подкармливаете вот такую молодую рассаду, не требующую каких-то особых подкормок, таких явных, лучше уменьшайте дозу наполовину, потому что всегда есть риск, что вы ее как-то немного сожгете или что-то. Ну, короче, это совет, который пользуются многие опытные. Лучше уменьшить дозу в 2 раза для рассады, потому что там указывается доза и для больших растений, и общая для рассады, но рассада она более нежненькая такая. И всегда лейте подкормку на влажный грунт, чтобы корешки наши, вот эти маленькие нежненькие, не обожглись. Все-таки это вмешательство, это не чистая вода, там всякие микроэлементы, макроэлементы. Лучше, еще раз, не докормить, чем перекормить. Ну, все, вот это общий обзор. Я сейчас не буду, конечно, показывать, как я развожу все, это технически делается очень просто. Наливаю в полторашку воды, добавляю вот этот раствор, беру леечку и поливаю. Подкормки есть корневые, есть вне корневые. Можно полить, тут же опрыснуть по листам, и тогда подкормка будет действовать намного эффективнее и быстрее. Но перед тем, как подкармливать, все-таки подумайте, может быть, в вашей рассаде подкормка не нужна. Если посажена редко, если грунт питательный, хороший, то, возможно, подкормка не нужна будет до самой высадки в грунт. Все, до свидания. Я пошла кормить своих питомцев, разросшихся, которые радуют меня своим внешним видом. красивые, жирненькие и блестящие. Но, скорее всего, им не хватит, потому что я живу в сибирском регионе. Высаживаться будем еще не скоро, а кушать хочется им каждый день. Все, до свидания. Желаю вам освоить вот эту сложную процедуру подкормок, не навредить своим растениям, но немножко им помочь.